Ловись, рыбка большая и маленькая. Сезон подлёдной рыбалки открыт. И в надежде на богатый улов, некоторые готовы буквально нырнуть в воду. О самосохранении им напоминают спасатели и сотрудники инспекции по маломерным судам. Уважаемые любители подлёдного лова, пожалуйста, покиньте данный участок, государственная инспекция по маломерным судам. Вы лёд же тонкий, пожалуйста, уйдите, а? Азарт и отвага граничат с безрассудством. Вот живой пример. Возле открытой воды толщина льда меньше 10 сантиметров. Этого мало, чтобы удержать даже одного рыбака с его снаряжением. Есть факты по России, как отрывается на льдине. У нас осенью было 12 рыбаков. 8 рыбаков плавали по Волге. 25 января потеряли мы рыбака в районе Козловки. Три лунки пробурел, на четвёртый провалился. Водолазы потом только бурь его нашли. Но горький урок не останавливает наших рыбаков. Относится это, конечно, не ко всем. Разумные рыбаки выбирают места клёвые во всех отношениях. Три льда 33 сантиметра. То есть, то, что она безопасная. На рыбалке вообще на зимний нахожусь первый раз. То есть, ну, как бы брат позвал составить компанию. Вот. Вроде ничего, нравится пока что. Памятка поведения на льду тут кстати. Толщина покрова не везде одинакова. Истончается он в местах слива тёплых вод, потенциально опасной полыньи, проруби и трещины. Ну, держись нормально. Наконец-то. Это ваше? Это моё. Спасение, да? Стрёж спасение. Да. В руках она зацепился и вышел с льда. Всегда иметь с собой прочный шнур длиной не меньше 20 метров, советуют сотрудники инспекции по маломерным судам. А также напоминают, как пользоваться ледовыми шильями. Этот минимум должен знать любой выходящий на замёрзший водоём. В случае провала у человека есть не более 7 минут, чтобы выбраться из холодной воды. На такие ЧП выезжают спасатели. Но зачастую им приходится не спасать, а доставать. У нас есть специальная техника, которая сканирует на льду и воду. Есть специальное снаряжение для водолазов, которые под водой могут освещать, вытаскивать, всё это видеть. Есть у нас специальные ориентиры для оказания спутниковой связи. Буквально 5-6 в Красночитайском районе молодой человек пошёл на рыбалку, на реке Сурец заблудился. Они были трое, двое вышли, один заблудился. И обратились через 112 в нашу службу. Наши выехали в Красночитайский район и на реке Суре аэросанями ночью путём освещения. И другого нашли человека после 1960 года рождения. Сезон зимней рыбалки только начался. Главное, чтобы это занятие не превращалось в чрезвычайное происшествие. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика.